Любви все возрасты покорны. Эту пушкинскую фразу однажды применил к себе актер Борис Галкин, когда женился на третьей жене, младше него на 25 лет и в свои 70 стал отцом. До этого он 30 лет прожил в счастливом браке, вырастил талантливого сына актера, а потом перевернул страницу своей жизни. Вообще же на счету Бориса Галкина четыре брака, первые два не увенчались успехом. На экране за ним с самого начала закрепился образ доблестного рыцаря, храброго парня. Таким ли на самом деле он является, а также обо всех важных моментах в жизни Бориса Сергеевича, но по порядку, начиная с детства будущего актера, режиссера, продюсера и композитора. Борис Галкин – потомок фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова по линии сестры выдающегося полководца. Родился в городе Неневе в 1947 году в самой обычной рабочей семье. Отец Сергей Михайлович работал сапожником, мать Светлана Георгиевна – старшая медсестра в больнице. Детство Бориса прошло в Риге, куда они перебрались вместе с семьей, когда ему было 8 лет. Отца тогда позвали работать сапожником, Брижский театр, оперы и балеты. С раннего возраста Борис самозабвенно посвящал себя спорту. Занимался боксом, гимнастикой, акробатикой, вольной борьбой, но самбо у юного спортсмена – особая страница жизни. В 16 лет он стал обладателем серебряного приза Латвии по борьбе среди мужчин в легком весе. Юноша успевал не только в спортивных секциях, но и неплохо занимался в школе. А вечера у Бориса проходили в студии чтеца. Это занятие было настолько увлекательным для него, что он всерьез задумался о поступлении на актерский. И надо сказать, что к моменту окончания школы у него было уже три сольных поэтических программы. Билет стоил 30 копеек, но набирались полные залы. А в 15 лет ему удалось совершенно случайно попасть на эпизодическую роль в фильме под названием «Увольнение на берег». Казалось, что сама судьба подталкивала его на актерскую стезю. Борис Галкин без труда поступил в Щукинское театральное училище, по окончании которого был приглашен в театр сатиры, но задержался там только на два года и перешел на Таганку. Но больше делал уклон на кино. Знаковым для него стал фильм с заглавным названием «Зоне особого внимания», после которого Галкин получил славу и популярность. Затем, через четыре года, вышло продолжение киноленты «Ответный ход», что только закрепило ошеломляющий успех актера. Параллельно Борис окончил режиссерское отделение высших театральных курсов в ГИТИСе, так как кинопроцесс его все захватывал и захватывал. Ему хотелось быть не только в кадре, а камера его любила, но и за кадром. История любви Бориса Галкина берет свое начало в студенчестве, когда ему приглянулась молодая начинающая актриса Татьяна Федосеева. Пара недолго проходила конфетно-букетный период, а очень скоро отправилась под венец. Но брак все равно оказался недолговечным. Татьяна родила дочь Василису, но малышка подхватила воспаление легких в младенчестве и умерла. А Борис с Татьяной вскоре расстались. Затем Галкин повстречал в стенах театра имени Маяковского, куда он пришел ставить свой дипломный спектакль свою вторую жену Ирину Печерникову. Талантливую актрису, которая снялась в нескольких известных фильмах. Ирина его покорила с первого взгляда. Ухаживал Борис красиво, читал головокружительные стихи о любви, дарил цветы и Ирина сдалась. Он смог покорить ее сердце, а затем предложил связать свои судьбы. Правда, счастливого семейного союза не сложилось, и главным образом причиной тому была профессия обоих. Борис много снимался и бывал в частых разъездах. Ирина уходила из дома ранним утром и возвращалась к полуночи. Поэтому уже после свадьбы они оба осознали, что совершили ошибку, поспешили. До полноценной семейной идиллии было еще далеко. Тогда пара принимает обоюдное решение, которое далось обоим непросто – расстаться. Их семейный союз рухнул через семь лет. Борис очень хотел детей, но Ирина на тот момент была всецело предана карьере и даже не думала о детях. После развода бывшим супругам удалось сохранить уважение и дружеское отношение. Талантливая актриса не стала в живых в 2020 году. Галкин долго прощался с ней, мысленно разговаривая с Ириной и, вероятно, прося прощения. Третья супруга Бориса Галкина тоже была творческим человеком, как и первые две. Елена Демидова – художник-декоратор, и повстречались они на съемках фильма под названием «Матвеева радость». Борис стал активно ухаживать за Еленой, и вскоре их служебный роман перерос в семейный союз, который для Елены был не первым. У нее подрастала 4-летняя дочь Мария и 10-летний сын Владислав. Если с маленькой Машей Борису удалось легко найти общий язык, то с Владом было сложнее. Подростку нужно было время, чтобы присмотреться к отчему, оценить и научиться ему доверять. Но зато потом Борис стал настоящим отцом для Маши и Влада. Дал приемным детям свою фамилию, под ней и прославился Владислав Галкин как талантливый актер, только ушел из жизни очень рано – в 2010 году. Семья тогда очень тяжело переживала уход Влада, что несколько надломило отношения между супругами. К тому же судьба свела Бориса Сергеевича с другой женщиной. Ею оказалась Инна Разумихина. Это произошло в Бресте на кинофестивале. Она исполняла французский шансон под гитару, а он – городские романсы. Коллеги приглянулись друг к другу, разговорились и решили составить музыкальный дуэт, который со временем перерос в семейный. Инна на 25 лет младше Бориса. Некоторое время им приходилось скрывать свои чувства. Но в 2013 году Борис Сергеевич расторг брак с Еленой Демидовой. В том же году Борис и Инна поженились, а бывшая супруга после развода уехала к дочери в Псковскую область. Ранее там семьей приобреталась дача, но Мария поехала посмотреть впервые и решила остаться там навсегда. Решила заняться пекарским делом, а Елена Демидова ушла из жизни в 2017 году по причине тяжелой болезни. Все расходы взял на себя Борис Сергеевич. Мария Галкина отказалась принимать новую семью отца и по этой причине максимально отдалилась от него. В том же году, в 2017, у Бориса родилась дочь Анна. На тот момент ему было уже 70. Сообщил актер о том, что у него родилась долгожданная наследница только в 2020. После чего он также признался, что Инна перенесла несколько выкидышей. По этой причине они решили скрыть наступившую беременность, рождение ребенка, а также переждали младенческий возраст дочери. Познав вновь счастье отцовства, у Бориса Сергеевича сейчас в свои 75 хватает сил с удовольствием продолжать сниматься в кино. А также он вновь улыбается, и его глаза светятся счастьем. Хотя много лет он очень грустил о сыне, Владиславе Галкине. У них было с ним невероятное понимание во всем, он был ему не только отцом, но и наставником в профессии. Кроме того, между ними поразительное внешнее сходство, и многие даже не догадывались, что сын с отцом не родные по крови. Конечно, Борис Сергеевич получил порцию осуждения, когда ушел от жены к молодой любовнице. Многие его не понимали на тот момент, но он смог вынести достойно осуждения и научиться даже не обращать внимания на чье-то мнение и никак не комментировать. Три развода, гибель сына и поздняя дочь закалили актера, хотя дочь и молодая супруга – это словно второе дыхание для Бориса Галкина. И мы непременно пожелаем долгих лет актеру, а также продолжать радовать нас новыми ролями и оставаться таким же честным, как и его персонажи на экране.